ребятки всем огромнейший привет на моем канале была небольшая пауза связи с моим здоровьем а вернее не здоровьем а еще вернее связанная с тем что я делала операцию вы знаете у меня есть одна знакомая которая мне очень давно сказала знакома это сейчас за 60 лет так вот она мне сказала что после 40 лет начинают вылазить всякие болячки это правда вы знаете я не буду в этом видео вдаваться в подробности как какой у меня диагноз я не люблю об этом не рассказывать и также не люблю смотреть какие-то других блогеров видео на эту тему так что я не буду рассказывать какая операция что случилось ну в двух словах скажу что это ничего опасного ничего страшного одним словом все позади уже сегодня четвертый день как сделали мне операцию я дома и в этом видео мы с вами поговорим о госпитале о том как относятся в госпиталях наших американских к пациентам как кормят как выглядит комната то есть палата то есть в этом видео вы все увидитесь оставайтесь со мной первую тему которую хочу затронуть в этом видео это тема отношения медицинского персонала врачей медсестер к пациентам слава богу большого опыта пребывания в госпиталях у меня нет последний раз я была в госпитале когда рожала своего сына поэт а это было очень много лет назад это было почти 18 лет назад поэтому хочу с вами поделиться какой же какое же впечатление у меня осталось от пребывания сейчас госпитале как относятся к пациентам какое у меня вы знаете честно говоря у меня осталось такой немножко шок но в хорошем смысле я на следующий день то есть в этот день после операции я настолько была переполнена эмоциями переполнена переполнена чувствами насколько было легко и абсолютно не страшно идти на операцию вы знаете даже нашла в палате есть такое как конвертик и там открытки лежат там лежат открытки можно взять открытку и подписать если вы какой-то медсестрички или врачу хотите написать открытку вот палате стоят такие открыточки я написала одну открытку медсестре и вторую открытку врачу которая непосредственно меня оперировала ее команде так какое же наше чувство перед операцией ну конечно это волнение но понятно что любой человек в жизни переносит какую-то операцию понятно что мы не оперируемся каждый день и поэтому естественно это естественно конечно я очень волновалась и очень переживала я вообще такая паникерша я очень большая трусиха конечно переживала что хотела сказать мой врач по какой-то и вообще невероятной случайности оказалась русскоговорящая женщина когда я шла первый раз на прием моя операция была запланирована то есть это не было срочная операция знала что я иду на эту операцию я готовилась к ней и когда первый раз шла к своему доктору а у нее фамилия и имя абсолютно не русские даже не знала что она говорит по-русски и потом как выяснилось она меня спросила а ты говоришь еще на каком-то языке говорю да на русском она горит я тоже и у нее хороший очень хороший русский то есть мне неудобно было спрашивать откуда народом но я так поняла что она приехала сюда то есть она не рождена здесь когда разговариваешь с человеком который говорит по-русски но рожден здесь то это абсолютно другой русский то есть я поняла что у нее хороший русский но все-таки она здесь не с рождения а сейчас хочу вам рассказать как же непосредственно прошла моя операция как я себя чувствовала как я уже сказала после операции я была приятно шокирована но до операции это у меня тряслись ноги и руки да понятно я очень очень сильно волновалась не столько насчет операции столько я боюсь наркоза я боюсь что я не проснусь я боюсь каких-нибудь последствий ну в общем да одним словом приезжаю я в госпиталь муж меня привез рано утром операция была назначена на 8 утра в 7 утра мы уже были в госпитале я его отправила домой он хотел конечно остаться я говорю уезжай тем более у нас еще сейчас корона вирусом ситуация не ушла то есть это еще присутствует это еще кстати мне сделали тест обязательно на коронавирус перед операцией и так мужа отправила домой все уезжай он поехал кстати он еще в этот день работал поэтому ему нужно было выспаться он у меня по ночам работает зашла я в госпиталь начала регистрироваться зарегистрировали меня и подходит мой врач и говорит что сейчас придет анестезиолог и поговоришь а я врач уже сказала что я волнуюсь она горит сейчас все это расскажешь анестезиологу она тебе еще да что-то успокаивающее перед операцией перед тем к перед основным наркозом она говорит ой а сегодня кстати тоже русскоязычная женщина которая анестезиолог я говорю ну ничего себе как не везет на русскоязычных приходит девушка как девушка наверное около 40 лет ей довольно таки приятная начала со мной по-английски говорит врачи и кричит она говорит по-русски говори с ней по-русски но мы с ней раз разнакомились уже как-то стало спокойней объяснила я и свои свои страхи говорю я очень боюсь наркоза она мне все расспросила мне спросишь чего ты боишься говорю именно наркоза я не боюсь операции я боюсь наркоза все я тебя поняла сейчас мне еще такая женщина интересная она из ташкента она мне сказала все я тебя поняла сейчас все сделаем все будет хорошо не волнуйся ну как бы она меня не успокаивала момент когда пришлось заходить в операционную все равно настал ну захожу я в эту операционную когда я вижу конечно стол вот этот знаете посередине где руки-ноги привязывают когда я вижу эти все скальпы все ребята насколько я сама себя не успокаивала насколько меняете прекрасные женщины не успокаивали это конечно все у меня начинается у меня я не плачу но у меня начинают слезы течь они обе на меня смотрят а там еще еще другие медсестры были они на меня обе смотрят они все поняли мне вот это анестезиолог она начинает со мной шутите на я я сейчас понимаю что она просто начинала мне как бы заговаривать меня она начинает меня со мной шутить так говорит подожди 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 не плачет и плачешь перед подожди я тебе сейчас водку в виду внутривенно ты водку пьешь я уже все уже перестала плакать начала смеяться говорю ну иногда пью так я тебе сейчас водку в виду внутривенно все это им даже ничего уже сразу перестанешь волноваться потом она греой подожди в наши еще у нас да у нас него у нас не только водка есть у нас даже музыка есть ребята я никогда не думала что в операционной у них оказывается где-то там колонки подведены они мне включили музыку но это действительно какое-то что-то невероятное чтобы в операционной включила музыка все они мне настолько отвлек отвлекли этим они вот этими какими-то шутками какими-то вот этими все я поняла и тут уже меня уже как-то абсолютно я даже не заметила как у меня появилась внутривенная вот это вот капельница все она мне в колодках рассказала водка ну понятно не водка это что-то было успокоительное все о я говорю мне так хорошо они уже начали смеяться все после этого я ничего не помню проснулась я уже в recovery room как у нас называется это реанимация конечно нужно было бояться не наркоза не операция нужно бояться вот именно было после операционного периода это ребята конечно кто делал когда-нибудь операцию тот знает что это конечно нелегко первый второй день это боли это меня морозило меня тупку в холоду жарки да он слава богу температуры не было но что я вам скажу конечно поддержка поддержка медицинского персонала просто на высоте люди вот что хочу вам в этом видео сказать люди делают свою работу не только делают свою работу на не действительно вот как-то от сердца это чувствуется это чувствуется когда человек чисто знаете за галочку это делать или человек это делает вот от чистого сердца это настолько чувствуется что еще хоть и хотела сказать обязательно в этом видео хочу передать привет и хочу поблагодарить свою подругу которая и моя подписчица и меня смотрит леночка большой тебе привет спасибо за твою поддержку мне так это было необходимо потому что в тот момент вы знаете вот но понятно что разговариваю с родственниками и меня как-то это отвлекает и вот разговаривала тоже со своей подругой меня настолько это отвлекает потому что остаешься сама наедине вот с этой болью все я просто схожу с ума леночка огромное тебе спасибо что было все эти дни со мной на телефоне мне очень приятно и очень это важно спасибо тебе родная сейчас ребятки я поставлю несколько кадров которые я засняла в госпитале покажу вам как выглядит палата чем меня кормили я в госпитале было всего лишь два дня на следующий день после операции пришла моя врач и посмотрела меня сказала что все нормально операция прошла хорошо и если я себя чувствую то здесь у нас можно ну по по своему собственному желанию как бы выписаться домой если ты себя чувствуешь хорошо если у тебя есть желание ты подписываешь бумагу и ты уезжаешь домой то есть у меня был как бы такой договор с доктором что я один одну ночь обязательно остаюсь в госпитале а потом уже по моему личному желанию оборудована комната в американском госпитале ну во первых хочу показать что буквально сейчас вот на каждом углу висят вот такие антибактериальные средства для рук вот в моей комнате их я насчитала 4 штуки посмотрите вот 2 вот 3 и 4 в туалете и так комната двухместная но я одна в комнате нет у меня соседки и хорошо я считаю и так покажу вам кровать моя кровать конечно не заправлена покажу вам как выглядит кровать кровати очень удобные а вот что удобно ребята то что вот везде вот такие вот ручки тоже то есть можно без проблем встать после операции держаться за ручки конечно же и голова и часть где ноги поднимается у кровати очень это тоже удобно можно сидеть можно ноги если затекли поднять очень удобно и здесь вот такие вот передвижные столики можно пододвинуть его к себе поставить еду и покушать также выдают здесь пижаму пижаму можно попросить в неограниченном количестве можно хоть каждый день менять свежую пижаму ну конечно же постельное белье еще выдают вот такие вот наборчики вот тазики если вам плохо если вам тошнит после операции вот такие вот прорезиненные носочки и вот такой вот набор зубная паста шампунь средства для полоскания рта и расчесочка что-то я не нахожу без зубной щетки нужно будет попросить у медсестры то есть ничего этого вам с собой привозить не надо здесь абсолютно все есть напротив каждой кровати находится по телевизору как видите умывальник зеркало часы и вот что хотела показать очень удобно возле каждой кровати вот такой вот пульт сейчас дотянусь вот такой вот пульт здесь кнопки а для телевизора и вот это вот кнопка для вызова медсестры то есть любой момент нажимаете и миссис тричка буквально через секунду к вам приходит очень удобно давайте заглянем с вами в туалет все очень чистенько все очень аккуратненько вот такой вот довольно таки просторный туалет туалет и вот там душ можно принять душ но видите он без душевой комнаты вот так водичка будет на пол стекать туалет чистенький и очень просторный всем утра был завтрак а сейчас 11 часов дня принесли уже обед давайте посмотрим что у нас сегодня на обед это холодный чай салатик вот такой вот из огурчиков порезанная уже апельсинка и что у нас на горячее мне нравятся вот такие вот контейнеры они сохраняют тепло то есть еда остается горячий долгое время и так что у нас на обед кусочек мяса пюре из сладкой картошки овощи и булочка булочки вот здесь масло и в завершении этого видео друзья хочу поблагодарить вас во первых кто был со мной кто посмотрел это видео и пожелать вам здоровья особенно в этом видео пожелать вам здоровья но все-таки если придется вам идти на операцию не бойтесь ничего страшного сейчас наше время везде на на всем белом свете очень опытные врачи очень опытная насти анестезиологи так что не волнуйтесь ну как вот моя знакомая сказала после 40 наш организм уже дает о себе знать спасибо друзья кто был со мной спасибо большое мне очень приятно что на моем канале потихоньку но все-таки добавляются подписчики мне очень приятно я постараюсь вас радовать какими-то новыми интересными видео все пока пока до следующих встреч не болейте